Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем изучать модуль «Моё здоровье». Тема сегодняшнего урока «Если ты заболел». Как обычно, к уроку нам понадобятся учебник, тетрадь и ручка. Наш учебник – это пятый класс, первый год обучения. Авторов Нина Горбачёва и Мария Волковская. Ребята, если вы уже готовы к уроку, то мы начнём. Сегодня на уроке вы узнаете, что делать, если вы заболели. Какие советы даёт врач больным людям. Прочитайте диалог в поликлинике. Ответьте на вопросы. Как вы себя чувствуете? Вы здоровы? У вас ничего не болит? Иногда дети и взрослые болеют. Есть разные болезни. Если болит горло, эта болезнь называется ангина. Если насморок – простуда. А если температура, то, наверное, это грипп. Слушайте, повторяйте за мной и читайте. У Аурики болит горло. У неё ангина. У Санду насморок. У него простуда. У Тани высокая температура. У неё грипп. Повторите ещё раз. Самостоятельно. Сегодня на уроке мы с вами будем читать диалог. Для этого нам нужно познакомиться с новыми словами. Итак, прочитаем слова по теме здоровья. Семейный врач. Медсестра. Температура. Дышать. Открой рот. Полощи горло. Аптека. Лечись. Выздоравливай. Таблетки. Лекарства. Попробуйте составить с новыми словами два предложения. Ребята, обратите внимание, как можно попросить человека что-то сделать. Повторяйте за мной. Образец у вас есть в таблице. Открыть рот. Открыть рот. Я открою. Опросим. Говорим. Открой рот. Дышать. Я дышу. Дыши. Принимать лекарства. Я принимаю лекарства. Принимай лекарства. Пить. Я пью. Пей. Показать. Я покажу. Покажи. Плоскать. Плоскать. Я плащу. Плащи. Обратите внимание, последняя колоночка у нас выделена голубым цветом те. Для чего же мы добавляем те? Те появляется, когда мы обращаемся к незнакомой персоне. Или у нас множественное число. Например, дышите, принимайте, пейте, покажите, плащите. Давайте потренируемся с вами образовывать императив. Я буду называть слова, а вы попробуйте сами образовать императив. Открыть. Открой. Показать. Покажи. Дышать. Дыши. Принимать. Принимай. Ходить. Ходи. Упражнение номер 2. Страница 65. Пользуясь таблицей на странице 65, мы попробуем выполнить это упражнение. Что вы видите на картинке? Мальчик на приеме у врача. А врач ему что-то говорит. Так, от глагола открыть, что он может ему говорить. И показать. Что-то показать. Как вы думаете, что говорит врач? Врач говорит. Открой рот. Покажи язык. От глагола дышать. Императив. Дыши глубже. Принимать. Принимай таблетки. Пить. Пей больше. Лучше всего чай с лимоном или малиной. Лежать. Не ходить. Лежи в постели. И не ходи в школу пять дней. Если человек заболел, он идет к врачу. Самый известный сказочный доктор – это доктор Айболит. Послушайте стихотворение о нем и одновременно читайте его на странице 65. А после урока вы прочитаете это стихотворение своей маме. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и сучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и сцелит добрый доктор Айболит. Айболит лечит животных. Но если заболел человек, мы идем к обычному доктору. Попробуйте после урока сами прочитать это стихотворение маме. А сейчас мы послушаем диалог на странице 65, упражнение 3. Следите по учебнику. Виорел плохо себя чувствует и пришел в поликлинику. Кто последний к семейному врачу? Я. Из кабинета выходит медсестра. Кто следующий? Заходи. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Что случилось? У меня болит горло и голова. А утром была температура 37,5. Открой рот и покажи горло. А? С тобой все понятно. У тебя ангина. Выписываю тебе лекарство. Пей его три раза в день и полощи горло. Пей много жидкости. А больше ничего не надо? Купи в аптеке витамин С. Принимай его и ешь больше фруктов. А когда снова прийти? Три дня сиди дома и никуда не ходи. Придешь ко мне в четверг. Я принимаю с восьми утра. Лечись, выздоравливай. Спасибо. До свидания. Ребята, какие советы дал врач Виарелу? Ответьте на вопросы. Что ты делаешь, когда у тебя насморок? Что ты делаешь, когда у тебя болит голова? Что ты делаешь, когда у тебя высокая температура? Я надеюсь, что на все эти вопросы вы смогли ответить. Врач сказал, принимать витамин С и есть больше фруктов. А ты знаешь, в каких фруктах есть витамин С? Давайте посмотрим картинку. Итак, витамин С, вы видите, есть во многих фруктах. Прочитайте. Не только во фруктах, но и в овощах. Капуста, помидор, редис, картофель, яблоко, лимон, апельсин, клубника, черная смородина, шиповник, рябина, кизил, вишня, облепиха. Все эти продукты богаты витамином С. Интересно, а что дают витамины человеку? Обратите внимание, витамин А – рост, зрение, крепкие зубы. Витамин В – придает человеку силу, растет аппетит, повышается хорошее настроение. Витамин С придаёт нам бодрость и говорит «нет» простуде. Сейчас у нас карантин. Давайте вспомним, что советуют делать врачи, чтобы не заболеть. Повторяйте за мной. Мойте чаще руки. Оставайтесь дома. Не выходите на улицу. Ребята, после урока напомните эти правила своим родным, младшим братикам и сестричкам, а также родителям. Для закрепления того, что мы с вами научились, попробуйте выполнить индивидуальные задания. Ответьте на вопрос, что нужно делать, если ты заболел. Письменно выполните упражнение номер 2 на странице 65. Мы с вами продолжим наши уроки по модулю «Здоровье». А пока я говорю вам «До свидания» и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!